всем доброго здравия в эфире видеоблог великий цветной с вами константин филимонов этот выпуск я хочу целиком и полностью посвятить самым ожидаемым кино премьером мая 2016 и начну свой обзор с фильма джузеппе тарнаторе двое во вселенной я горячий поклонник итальянского неореализма в целом и творчество джузеппе тарнаторе в частности поскольку его кинокартина новый кинотеатр парадиза впечатлила меня до полуобморочного состояния напомню что восемьдесят девятом году фильм новый кинотеатр парадиза завоевал премию оскар а молодому режиссеру принес мировую известность но успех следовало подтвердить и через десять лет в девяносто девятом тарнаторе снял еще один мировой шедевр под названием легенда о пианисти с тимом ротом в главной роли и вот на экраны россии выходит новая работа джузеппа тарнаторе двое во вселенной кинокартина почти камерная с блистательной игрой ольги куриленко и прославленного джереми айронса она студентка а он ученый экспериментирующий в мистической области он работает над теорией космических струн и кармических двойников параллельных мирах разница в 30 лет не мешает пылким чувствам влюбленных их объединяет наука и желание быть вместе даже после смерти думаю что этот фильм понравится и любителям фантастики и поклонникам пронзительного мелодраматического кино тайны которые мы еще не открыли согласно теории струн в параллельных мирах из-за искажения пространства-времени у каждого из нас есть десяток двойников и даже если бы все твои клоны были женаты их свободного времени хватило бы чтобы мы не расставались никогда конечно это вы разыскиваете профессора феррума да от феррум недавно ушел из жизни я его не нахожу вы на других кладбищах проверяли проверял там тоже ничего нет мне тебя так не хватает простите пару дней назад на ваше имя пришел конверт мы собирались переслать вам домой но раз уж вы здесь я насчет посылок которые вы доставляли на мой адрес у нас запрос на их возврат отправителю от кого от и до феррума незадолго до смерти он оставил для вас письмо следующий фильм который очень спорно заслуживает внимание еще одна мелодрама теперь уже режиссера питера соли то все что у меня есть со скороносной джулианной мур в главной роли а еще в этом фильме снимаются эллен пейдж майкл шеннон стив карл условно я обозначу эту кинокартину ярко розовым цветом поскольку эта биографическая история ну то бишь основанная на реальных событиях рассказывает о безправии американских лесбиянок которые и любят то друг друга тайком и даже наследством то поделиться не могут но просто безобразие эй а можно твой номер алло это стейс из волейбола слушай мне сейчас некогда да нет ты говори подумаешь мы тут двойное убийство расследуем заткнись я тебе перезвоню свидание да именно чего бы ты хотела в жизни о чем мечтаешь дом собака любимая женщина которая любит меня я тоже одну секундочку с однополыми отношениями такая путаница теперь ты моя содержанка что такое ерунда просто растяжение врачу сходишь до основана на реальных событиях я дать и тихо я 23 года работала на полицейское управление округа оушен у меня обнаружили рак легких четвертой стадии когда умирают мои гетеросексуальные коллеги их пенсии переходит супругом но я живу женщины и лишена такого права я ни разу не просила особого отношения к себе я прошу лишь равноправие мы вам глубоко сочувствуем но вынуждены отклонить вашу просьбу вполне возможно что этот кинофильм найдет своего зрителя но это явно не мое кино потому что фильмы про педиков и лесбиянок я не люблю и принципиально не смотрю уверен что пропагандировать так называемую голубую тему также аморально как считать извращенцев содома и гамора жертвами божественных репрессий если понятно что я сказал а вот новую киноленту отара и осилиани зимняя песня и я посмотрю обязательно отар и осилиани режиссер от бога достаточно вспомнить его ранние работы листопад жил певчий дрозд утро понедельника если кто-то не видел эти шедевральные фильмы настоятельно рекомендую с восемьдесят четвертого года отар давидович и осилиани живет и снимает кино во франции но чисто грузинский колорит неизменно присутствует во всех его кинофильмах и картина зимняя песня в этом смысле не исключение неповторимый грузинский юмор и осилиани породнил фантасмагорию сюжета с комедией положений современному зрителю очень не хватает подобных кинокартин ну а режиссерское мастерство и осилиани лишний раз подчеркивает что талант как и грузинское вино с годами становится только лучше и ценнее что он монет ANTE Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аскароносный, золотоглобусный, бафтославный Жан Дюжарден и его партнерша Вирджиния Эфира позабавят зрителей на славу. Любовь не по размеру – это чисто французская комедия в лучших традициях этого жанра. По сюжету фильма – высокая красавица и большая умница Диана влюбляется в Александра, поскольку он чертовски обаятельный, фонтанирует эмоциями, забавляет девушку незатейливым юмором. Все зашибись в их отношениях. Но Александр ростом метр с кепкой в прыжке. Он буквально дышит в пуп своей возлюбленной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Ваш столик готов, вон. Отлично. Идем? Давайте помогу. Я сам. Думаете, он мне в подмышку дышит? Не страшно? Нет? Нет. Я предложу вам нечто необыкновенное. О, Господи! Я прыгнула из самолета. Смотрите, у меня мурашки. Я вам верю. Ты сам куда? Мы к Фернану. С кем это ты идешь к Фернану? Со Стефанией и еще одна подруга. Александр? Я здесь. Спасибо за прекрасный вечер. Вам спасибо. Ты другая. А тебя кто-то есть? Нет. Что она меня нашла? Ты влюбилась, вот и все. Ты его любишь или нет? Все девочки мечтают о прекрасном принце. Высоком и сильном, который возьмет на руки и отнесет в замок. Можно продолжать? Что продолжать? Верить в нашу историю. Да, Белоснежка. Что ты сказал? Я сказал, да, Белоснежка. Вот, ребятки, я не знаю, как это снимали, поскольку в реальной жизни Жан-Дюжарден ростом 1 метр 83 сантиметра и выше своей партнерши Виржиния Эфира на полголовы. Хотя французские киношники способны на чудеса. Достаточно вспомнить замечательный фильм Люка Бессона «Ангел А», и вы поймете, о каких чудесах я говорю. Вот и вам я желаю чудес, любви, ну и, конечно же, здоровья. А пока всем пока. С вами был видеоблог «Великий цветной» и Константин Филимонов. Увидимся в кинотеатре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова